ну что всемир одного не ждут еще раз добрый вечер я очень рад все-таки приветствовать несмотря на то что прекрасный солнечный день да не так жарко можно гулять вот спасибо самым приверженцам которые всегда приходят на наши вебинары вот поэтому мы сегодня опять как всегда вспомним нашу философию нашей компании и осветим актуальные новости нашего проекта меня зовут олег тарасов я являюсь мастером инвестором партнером и оригинальным спикером до компании skyward комьюнити и явным приверженцем на замечательной технологии анатолий эдуардович юницкого струнной технологии струнный транспорт и просто на тысячу процентов уверен что он конечно же покорит весь мир как когда-то никто не верил персональные компьютеры стива джобса да а теперь мы с вами благодаря этим технологиям используем интернет вот и в недалеком будущем все человечество будет благодарна технологии анатолий дарыч юницкого и все это разобьется в транснет кто со мной согласен поставьте восклицательные знаки спасибо да действительно транспорт является настоящее время источником многих бед проблем вот и анатолий дарич сказал что необходимо срочное решение и это решение которое он несет уже в массы 40 лет когда осознал сам да и благодаря нам с вами в частности да мы поддержали эту технологию и конечно же мы стараемся не просто скажем так тихонько инвестировать да а мы говорим об этом везде и всюду и недавно я тоже столкнулся с тем что мои коллеги они даже не знают что это такое даже не предполагали что у нас есть это в мариной горке как вы знаете сейчас собирается уже люди со всего мира кто смог доехать до к выполнили определенные условия и в мариной горке пройдет такой немногочисленный экофест вот но я знаю что там будет люди со многих стран несмотря на скажем так нынешнее международное положение все-таки люди добираются да кто-то через вильнюс кто-то летит напрямую кто-то в общем то все как могут конечно же если бы было другое международное у нас сейчас вообще положение наверное будут опять собралась не меньше пяти тысяч а может быть и больше людей как бы это было в прошлые годы так что будем верить что это опять таки этот праздник будет состоится и будет гораздо большего количества людей ну сейчас те кто доедут дай бог все чтобы долетели хорошо доехали вот я уже знаю что моя сестричка пересекла границу с вильнюсом нас мужем и летит сюда наталья иванова серохвостов поэтому тоже будем ее завтра встречать ну вот то есть обниматься уже сегодня должна вечером уже прибыть в минск ну действительно транспорт это действительно никогда не думал что я буду рассказывать про транспорт его кстати уже наталья иванова прислала мне голосовое сообщение на сейчас не буду слушать уже вот но дай бог чтобы они уже доехали значит безопасный доступный адаптивный экологичный энергии эффективны это все преимущества струнных технологий безопасность как вы знаете это транспорт 2 уровня что уже делает гораздо безопаснее это для людей для животных для всех кто для других транспортов чтобы не было их аварийных столкновений здесь практически не нужны всякие светофоры и так далее все да здесь движется транспорт в совершенно в новом пространстве при том это не так высоко как самолет летит да вот и и не нужно зарываться под землю где-то строить метро поэтому он является очень доступным в плане даже финансирование и так далее кроме того он адаптивный потому что действительно вот такая тоненькая струнка она пройдет действительно во многих местах где невозможно прорыть метро либо построить широкую трассу и так далее здесь же получается по эффективности получается как метро по пассажиропотоку при этом же видите эффективность адаптивность прохождения между или над какими-то мало малыми застройками либо над рекой либо над парками все это делается очень хорошо поэтому встраиваться в инфраструктуру любого города в общем-то спокойно экологично действительно транспорт экологичный потому что он не использует горючий смазочные материалы до работает на электроэнергии вот и кроме того вы знаете что у него есть аккумуляторы разработаны юрист и компания да и который тоже очень и очень эффективно вы знаете что сейчас уже созданы как говорится с каждым годом с каждым даже днем создается все новые лучшие аккумуляторы уже у нас все ездят на самокатах электро велосипедах и так далее да поэтому транспорт электротранспорт будущего он конечно же за ним будущее и такие вот замечательные технологии которые действительно мы с вами финансируем они конечно же просто ворвутся в наш мир очень и очень стремительно поэтому сейчас уже можно наблюдать вот как изменилось да что раньше даже я своему ребенку покупал еще обыкновенный самокат а сейчас у нас есть уже электро велосипеда электросамокат и так далее потому что это все действительно очень эффективно ну и энергоэффективно потому что действительно мы чуть ниже скажем я скажу вам об этом потому что есть статья большая да действительно эффективны в два в три раза чем метро и уж в пять шесть раз эффективнее чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания который сейчас большинство на дорогах на наших дорогах вот это вот фотография действительно она я вот смотрю сколько на нее несмотря на то что это фото что уже прошло больше года вот все равно и от нее фотографии исходит энергия вот я например ее всегда чувствую вот и вот это вот наша встреча которая создаяло состоялась шаржа феврале двадцать третьего года до чего-то я уже переделся в двадцать третий год было двадцать второй что я уже запутался да вот вот может быть поэтому она мне так еще дорога да то есть еще близко вот и вот эта анкерная опора которая находится позади нас до на фотографии она здесь я бы сказал даже маленькая смотрится на самом деле это такое огромное вообще здание смотрится вот это да манна настолько монументальным монументальный и настолько вот это вот раз она меня впечатлила да вот этот раз у номер четыре что-то действительно ну создается впечатление что сейчас она как бы такой не очень большой на самом деле действительно огромный огромный скажем так у комплекс и вы знаете что он будет и для пассажирского транспорта предназначен и для юниконтов которые весят там под 60 тонн поэтому сейчас все это очень активно все строится развивается мы с вами об этом поговорим и почему я привел этот пример потому что мы с вами даже в мариной горке кто был да вы знаете как относительно ну не тяжело скажу ну так скажем так подняться на второй этаж на третий этаж в общем-то для молодых это более-менее нормально для людей которые возрасте они в общем-то поднимаются не очень легко поэтому там продумывалось как что и чего и я так вот понял что в общем то от руководителей шаржа было такое предложение как бы опустить вот это вот трассу которая находится на высоте допустим 15 метров до уровня земли и такое решение есть она сейчас активно уже проработана да вот и сейчас активность идет строительство вот это вот картинка который пока еще готовится да то есть как это будет выглядит вот уже видите представлена это очень классное решение я тоже думаю что будет очень удобно людям приезжать сразу заходить на уровне скажем так уровне земли и подыматься поэтому сейчас на испытательном участке 4 ведется сооружение данной структуры вот чтобы опустить на уровень земли сейчас это выглядит вот так вот да ну все проработано все уже сделано и секция рассчитана вот видите более чем на 2 миллиона циклов нагрузки сказано вот так до срок службы составит 50 лет вот поэтому в общем то все несмотря на то что это смотрится так вот как бы простенько на самом деле вы знаете что наталья до еще и низкого всегда технология очень-очень такая емкая технология да она при этом совмещается тем что материала емкость уменьшается в разы поэтому вот это получается за одной стороны просто но в слове просто есть слова рост да а вот слове сложное слово ложь поэтому вот анатолий дворец всегда идет таким со стороны смотрится простым путем на самом деле сколько это скажем так благодаря его гению можно так сказать ну я думаю что мы с вами получим в результате был такой вот красивую в результате финальную разработку да как она будет выглядеть я даже думаю что возможно уже в двадцать четвертом году когда поедут туда либо в конце двадцать третьего года вот действительно это строится очень быстро вот я думаю что мы уже будем вот наблюдать такую картину кто со мной согласен что это здорово удобно что это наверное для многих людей будет и ну и более грамотное решение то тоже можете поставить не десяточки вот и я тоже думаю что это наверное тоже имеет место быть потому что в принципе выходить сразу заходить нас допустим с остановки автобусные либо там такси подъезжает заходить на такую трассу и потом уже подниматься будет гораздо интереснее да вот я тоже согласен что это очень здорово ну что еще вот почему я сейчас все таки хочу сказать что сравнить опять-таки взял пример уже из сайта юрист и юсти да потому что сейчас тоже недавно разговаривал с несколькими людьми они мне год ну это же мы знаем там такой же фуникулер канатная дорога одно и то же вот я все-таки взял те данные которые есть на на сайте долю дали еще юсти до . вот и мне вам еще раз приведу пример возможно вы это все прекрасно знаете но я говорю я лишний раз тоже несколько параметров которые я не привел а сейчас я вам их привожу значит смотрите юсти да и канатная дорога максимальная скорость данном случае у нас на городских будет маршрутах 150 км в час да ну я уже не говорю промежен между народные междугородные международные трассы которые будут от 500 и выше я думаю да вот в среднем скорость на фуникулере на канатной дороге будет составлять 35 40 километров далее получается капитальные затраты вы знаете что у нас 8 миллионов за километр 15 миллионов за километров и анатолий дарич когда-то даже в интервью сказал что когда к нему приезжали люди не разговаривали вот у нас есть канатная дорога сколько вас стоит они были удивлены вот этим ценам 85-15 миллионов долларов за километр потому что в среднем получается один километр канатной дороге в тех странах с которых приезжали до составлял 20 миллионов долларов за километр анатолий дарич был поражен потому что он думал что это на порядок меньше и так далее но вот такие вот действительно нынешние затраты потому что вы знаете канатной дороге самое главное это вот канат который тянет всю всю скажем так все кабинки которые есть и туда и обратные и пустые и заполненные переполнены переполнены следят на все равно я говорю одно дело когда это один человек в кабинке другое дело когда есть допустим 40 человек в кабинке вот значит получается пропускная способность за счет того что там действительно скорость небольшая то пропускная способность среднем в канатных дорогах 2000 человек в час ну как правило вы знаете канатной дороге используется там где горнолыжные курорты возможно где-то там надо подняться на какую-то гору где-то какие-то селения высокогорные вот и но в целом получается что соответствующие и пассажиропоток такой анатолий дуаревич говорит что при оптимальной нагрузке что юсти струнный транспорт может дать такое же соотношение как и метро 50 тысяч пассажиров в час это колоссальная конечно нагрузка я так представляю когда к нам метро приходит особенно в час пик смотрит наше метро да уж не говорю про московское метро и так далее конечно же там посыпется просто все если не будет такой вот большой пассажиропоток там просто будет просто бы столпотворение так далее поэтому все это разработан анатолий берет всегда даже заниженные цифры вот ну то есть реальные цифры я бы так сказал да поэтому конечно же я в это верю и знаю что это очень легко может быть исполнена потому что получается что вести транспорт он действительно такой же эффективны и гораздо лучше чем метро может быть потому что по крайней мере уже не нужно спускаться не заходить в это пространство особенно у тех людей которые клаустрофобия знаю такого человека живет в минске и метро никогда не пользовался принтом нашем метро и далеко не в час пике все равно становится плохо длина трассы до 10 километров бывает ну скажем так я вам сейчас приведу несколько примеров на канатной дороге до длина трассы в струнном транспорте она может быть не ограничена потому что просто ставится очередная анкер на опоры также натягивается очередной допустим километраж возводится струна и дальше продлевается поэтому вот скажем так самый нижний это возможность продления до до бесконечности ходит вокруг скажем так сделай хоть скажем так у вас в кругосветное путешествие сделать можно тоже сделать огромное такое кольцо надо и в общем-то прокатиться по этому кольцу на транспорте юстая было бы замечательно кстати уже хорошая такой стартап да такой сделать вокруг света за 80 дней можно тоже назвать тогда возможность поворотов да как вы понимаете что в случае канатной дороге там канат натягивается вот на нем и вот в данном случае хотя у нас тоже предварительно натяженные вот но действительно там есть и технологии которые позволяют расположить бен анкер на опоры допустим рядом сделать поворотную там часть но вы знаете у нас даже в мариной горке пристально это вот дуга по которой можно на сделано уже может там уже есть технология такая да сейчас не буду вдаваться в подробности есть возможность поворота в канатной дороге когда канат натянутый он тянет кабинки конечно там на поворотах речи быть не может потому что ну там скажем так есть есть свои нюансы потому что канат должен быть ну наверное будет износ гораздо больше если будет там вот эти вот поворота поэтому там тоже делают наверное какие-то определенные перерывы если там надо куда-то в одну сторону потом другую треть и так далее но опять таки это несколько несколько канатных дорог это уже не одна будет дорога вот ну дальше принцип движения вот это вот самый главный принцип когда мы говорим с вами что действительно в случае с канатными дорогами один внешний двигатель да вот и который тянет все кабинки все пустые заполненные переполненные там допустим поломан и так далее вот сейчас разговаривал своей сестричкой ольгой и она сказала что у них случилось в одной из латинских стран тоже вот стала фуникулер и вот люди некоторые скажем так было там довольно большое количество людей они просто зависли над водной преградой и так как это было это не то что как антон дач нам показал что подъезжает кабинка цепляет другую кабинку и вытягивает ее уже безопасное время место и так далее там ближайший там скажем так пункт где можно высадить людей спокойно и решить этот вопрос там что там случилось здесь же получилось пока они починили вот этот вот весь единственный двигатель до который там не крутился люди вот висели несколько часов это освещало все скажем так сми по телевизору что вот люди там страдает там им как-то в общем то были определенные поддерживали их там так далее но в принципе висели они довольно долго вот видите вот это тоже скажем так один двигатель который вышел из строя и в принципе это ожидаемо прошел на день скажем тогда который против или там какая-то шестеренка могла сломаться в одном и все и все вся дорога становится и срок службы получается если антолий дождь что для путевых структуры от 50 до 100 лет он дает гарантию до подвижной состав пусть 25 лет то в случае с канатной дорогой конечно там очень важно все время смотреть за тем чтобы канат находился всегда в целости сохранности поэтому там как минимум но я знаю там от 3 до 10 лет но в среднем это 68 лет требуется полная замена изношенного каната вот я думаю что сейчас вы немножко еще раз освежили в памяти да вот поэтому вы для себя сделайте вывод потому что действительно нас очень часто сравнивают именно с канатной дорогой вот это можете приводить в пример да и я вам приведу тройку самых известных пассажирских канатных дорог потому что есть еще и грузовые но мы сейчас про пассажирские говорим вот действительно как поле и говорит моя телеферика телеферика вот так она называется телеферика до мерида то есть это канатная дорога из мериды в стране венесуэла 12 половиной километров казалось бы говорили 10 а вот уже 12 половиной но когда мы начинаем читать про эту дорогу что она написано что действительно она считается самый большой идет от города мерида до вершины спеха 4765 метров над уровнем моря и в ней есть четыре пролета то бишь это не одна дорога а целых четыре вот подъем на высоту занимает время и приблизительно час во время которого путешественникам могут любоваться роскошной панорамой и и тропическим панорамы горы тропическими лесами с туманом в местах пересадок вот поэтому как вы понимаете это уже не одна дорога 4 в среднем получается вот как я и говорю по 3 километра вот этот канат да вот он вытягивая на какую-то площадку здесь когда людям посмотреть пофотографироваться наверное это тоже входит в определенные скажем так определенный смысл тоже в этом есть красоту такую посмотреть вот стоимость подъема стоит оценивается в 25 долларов вот очень даже и скажем так немало да вот средняя скорость кабинки 35 километров в час а в кабинке можно размещаться 45 человек вот тоже скажем так довольно-таки большое количество людей понимаете в условиях к вида когда был к вид когда тут все ходили в масках даже если вот такую кабинку посадить половину 20 людей все равно я говорю это тоже много и в этом случае как я и говорил что как мы с вами уже это не раз обсуждали что наши наш транспорт анатолий дарыч в таких вот местах где допустим нельзя было допустим по 45 человек было бы то могли бы пойти у нас такие транспорты двухместные четырехместные даже восьми местные но не 45 местные это тоже огромные преимущества то есть здесь есть одни кабинки уже сделали но не буду же в это в такие огромные кабинки возить по два человека допустим да вот поэтому в случае как у нас это тоже кстати отличие которые мы сейчас не обратили внимание да ну то есть даже на сайте нету что на нашем на наших дорогах различные транспорты от двух местных до до бесконечности дата целые поезда как в виде метро это тоже преимущество кстати отметьте себе тоже и вот я вот это то есть на одной дороге у нас может быть разные транспорты и пассажирские грузовое пассажирских различного количество для каждого различного количества людей вот такая транспорт считается то ли феррика это венесуэла считается на самые длинные но дальше вот приведут пример в парке джанцзэ господи китайская народная республика 7455 то есть 7 километров 455 метров да вот она получается значит тут очень красивый вид конечно вот тут вот видите кто-то сфотографировал там сильно как поеде но это действительно дорога очень и очень прям вертикально можно сказать 70 градусов получается она вертикально да вот там написано что многим становится плохо не от того не от вида красиво от резкого перепада давления настолько вот это вот все поднимается на довольно быстро и при этом даже написано что смотрите резко может падать температура в кабинке то есть это о чем до что кабинки даже в этом плане не предусмотрено вот как у наталия садишься в эту кабинку там как мы ездили на закрыта она функционирует там климат-контроль полностью да то есть вот вот это тоже отличие опять таки у нас автомобиль бизнес-класса до кабинка есть и кабинка вот этот опять и смотрите вот сейчас называет тут же у меня рождается вот эти еще отличие то есть их тоже можно заносить то есть действительно автомобиль бизнес-класса отличается от просто кабинки в которой есть допустим обзорные окна которую тянут дальше получается угол 70 градусов как я сказал длится под подъем этот 40 минут это уливается семь с половиной километров вот цена здесь не указано в общем-то красивые места очень называются это подымается очень высокой там на высоте большой есть пещера называется и небесные ворота вот плод трудов эрозии на горе тянь-мэнь вот такая ну красота конечно неописуемый и о чем я еще раз говорю вам подумал что действительно когда человек едет по нашей красивой планете да когда он движется особенно когда вот на таких вот высотах когда он проезжает над парком на все почему во многих парках именно используются канатные дороги потому что это очень красиво ты можешь лицезреть наслаждаться и при этом как говорится получать эстетическое удовольствие и передвигаться вот поэтому я говорю что транспорт юницкого это действительно уже даже в этом в эстетическом плане он занимает колоссальную такую роль потому что действительно всю жизнь ездить в метро жить под землей человек с его вообще мировоззрением не должен кажется там вот вообще находиться под землей долгое время а уж тем более когда там это опасно и и клаустрофобия и воздух совсем не то-то как бы очищены через вот эти вот фильтры чистит их или не чистит вопрос да должны чистить но не всегда это получается если кто-то чихнул тогда и ну и так далее тому подобное то есть это не экологичным находиться под землей вот ну и третья дорога которая занесена в книгу рекордов гиннесса поэтому я так делал предположение что в китае тоже она не самая длинная да не не единая хотя там не нашел про нее информацию так вот находящийся в армении таты татевская канатная дорога в 2010 году попала книгу рекордов гиннесса как самая длинная пассажирская канатная дорога с одним пролетом вот всего пять тысяч семьсот пять тысяч пять километров 700 метров да вот вот такая вот дорога как видите тоже кабинка вот стоимость стоит около 6 евро вот и она была сделана для людей которые живут высоко в этом высокогорье вот поэтому с этих людей не берется плата да вот ну для армении на это 6 евро тоже не маленькие деньги тем более там живешь там не наездишься туда-обратно вот вот но возрос благодаря этой дороге опять-таки вот к экономикам стран и так далее транспорт юницкого да да возросший приток туристов связи с появлением этой канатной дороги позволил вернуть жизни заброшенный монастырь а в деревне алицзор появилась инфраструктура гостиницный комплекс построены в старинном армянском стиле вот как является такая транспортная сеть да новая да скажем так канатная дорога которая позволяет уже реанимировать красивые места старые старинные монастыри и так далее поэтому я говорю что видите получается недавно кстати тоже репортаж смотрел тоже моя супруга сказала посмотри-ка транспорт юницкого сейчас показывали как в дагестане где тоже неоднократно бывал до собирают урожай абрикосов да и вот дедушка которому там довольно прилично лет он собирает эти абрикосы и преграду речную ему возможно вы видели если поста если видели поставьте плюсики до показывали что он действительно садится такое в корыто вот нагружая туда несколько ящиков значит с абрикосами сам садится и в течение кажется говорили 40 секунд он движется вот с такой в общем-то скатывается вот это тележки вниз это самый лучший и быстрый вид транспорт вы представляете уже люди давно придумали что до перебраться через какие-то горные хребты либо вот такую водную водную гладь там или там уж бушующую реку вот таким образом лучше всего поэтому изобретает вот такое вот самодельно делают и конечно там нет никакой сертификации наверняка и так далее просто так таким вот образом решается поэтому транспорт анатолий юницкого действительно он уже скажем так существует вообще в обо многих умах а я думаю ему люди особенно простые люди будут очень благодарны и скажем так пробить вот эту такую чиновищу стену которую приходится да я знаю как 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 мои родные сестры сколько они делают для этого вот в частности чтобы поехал транспорт в латинской америке так далее поэтому я могу сказать что конечно это будет вот но для этого требуется скажем так терпение и труд вот поэтому у нас анатолий дар еще низкий является хорошим примером как 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 он не сдается до падает встает падает встает забирают все лук мая тогда но сейчас я думаю что уже такой у него иммунитет и мы глядя на него тоже двигаемся в этом же направлении кто-то со мной согласен поставьте семерочки мне ну про дорогу понятно теперь не хочу вам рассказать что у нас очень действительно много профессионалов и в одном из них я хочу вам с вами вас познакомить это дмитрий федоренко значит получается что он руководитель бюро технологического оборудования и он говорит о том что наше бюро занимается разработкой оборудование приспособление для монтажа путевых сооружений вот это вот картинка из шаржи вот кто не видел еще раз посмотреть вот он когда-то нас привозили вот тут стояли автобусы внизу да и вот мы тут фотографировались позади нас это будет анкер на опоры вот от нее вот это идет видите струна реального какие человечки там посмотрите какая-то вот будочка да какая машинка это очень и очень впечатляет это шикарная вот я говорю шикарный путь и действительно вот несмотря на то что он небольшой да но впечатляет очень сильно вот это вот картинка мне тоже очень понравилась поэтому я вам ее привожу в пример то есть это уже с высоты анкерной опоры вот представляете какой вид просто взлетная полоса я бы так назвал ну и вот он рассказывает что вот оказывается видите днем и ночью идут работы как вы помните мы говорили о том что устанавливается голов корейцы и так далее вот он что нестандартные конструкции которые нельзя купить в готовом виде но без них невозможен монтаж путевой структуры это вот и заслуга этого бюро они разрабатывают данные нестандартные конструкции вот они имеется ввиду что вы изобретаете разрабатываете вещи данные вещи прямо сейчас спрашивать его интервью да например у нас есть технологический отдел которым разрабатывают способы установки они видят на каком этапе нужно специальное устройство после этого инженеры присылают нам письмо заявку проработку этого оборудования нам также обращаются специалисты управление подвижного состава с целью создания оборудования для ве выездной перевозки установки вагонов например для перевозки и и bus carat в центре испытания с к цем и с носами стуля разработали рамы и балки вы помните да что было представлено как вот и вот доставляет таком в желтом в желтом вот этом раме это тоже было разработано с нуля поэтому вот сколько всего нужно проработать сколько всего нужно сделать сколько всего нужно вообще с нуля создать поэтому вот такой вот замечательный бюро дальше приводится пример например мы сделали специальное оборудование для подъема путевой структуры без нее монтаж путевой структуры был бы невозможным и вот сейчас видите опять-таки красивые начинные съемки когда идет работаю наверное уже получается в эмиратах же жара вот ночью работать получается комфортный но факт то что посмотрите как это все смотрится очень красиво и действительно такой создается впечатление не работая какого-то праздника до подготовка к празднику на самом деле вот так это все движется сейчас вот эти вот действительно довольно свежие фотографии которые вы сейчас видите также он рассказывает о том что моя задача построить и запустить натяжной станок да мы говорим что предварительно натяженные вот эти вот натяжные конструкции нашей рельсы да значит там получается натяжная машина представляется в гидравлической оборудование для установки дорожек качения и связанных с ними технологическими транспортных средств с натяжением на данный момент она натянула 6 километров пряди весит дизайн полностью на разработку вы представляете вот даже машина была создана для натяжения вот этой вот струны а струны я вам хочу сказать очень и очень такие крупные потому что когда мы смотрели они во первых очень тяжелые очень там буквально сколько там метров наверно 7 было что они представлены были показать их ну конечно один человек не удержит они просто на таком очень постаменте лежат ему возник фотографировались вы помните когда ты вам показывал вот и данная струна там будет ниже сказано что это 15 миллиметров то есть полтора сантиметра но по моим ощущение там даже и больше есть то есть зависимости от того на какая нагрузка идет так вот видите машина была создана специально для натяжения также моей обязанности входило наладить оборудование для нанесения клея на полоски то есть ну когда крепится именно вот он головка качения далее чтобы ну вот видите как тоже такая фотография мне очень про нас вот на этой высоте как делают видите как какая вот я всегда восхищаюсь какая красота все-таки когда вот у меня когда-то папа купил автомобиль до этого я учился ездить на газ 53 открывали там все в масле все брызги все грязные все когда папа привез первый автомобиль ну на котором кстати вот он и разбился да так так случилось в жизни вот когда я открыл двигатель я вообще не мог поверить что так красиво чисто может быть выглядит двигатель да вот и сейчас вот меня восхищает вот это вот красота которая монтируется вы посмотрите вот насколько вот даже я сейчас езжу иногда там на дачу и прохожу там железнодорожные пути есть не не называется через железнодорожные пути там всегда масло даже вроде казалось бы там вот и идет поезд идет вот где шпалы где вот это галька все нас и потому грязь и в общем то действительно там тяжело и там и собачкам и кошечкам переходить эту дорогу там подняться надо там не дай бог когда этот поезд выскочит откуда-то в общем то всегда когда идешь тоже смотришь красный до 10 раз постоишь остановишься товарня какой-то пройдет это шумно это грязно это ну скажем так не дай бог жить возле железнодорожного вокзала да и вот посмотрите как насколько красиво выглядит вот эти вот струны вот эти наши рельсы и действительно это какие-то уже высокие технологии насколько я еще обратил внимание насколько умными выглядят вот эти люди которые это все делают согласен согласны со мной поставьте мне плюсики чем больше тем лучше я тогда соглашу что мы с вами на одном пути да и вот и сказано что чтобы вы посоветовали профессионалам работающие в этой области вот думаю что им следует больше бывать на своих стройках работать со своими творениями а также объективно воспринимать критику какой бы она ни была здесь я хочу сказать о том что действительно руководители вот как анатолий дурач он находится непосредственно вместе сейчас где идет основное строительство также все руководство тоже всегда вот он там зумы проводят и так далее все и вот видите такие же люди тоже приходят ответственны что они не просто там сидят из теплых кабинетов там попивая кофейкой раздают указания а именно находится вот именно в гуще событий поэтому вообще этот пример хороший для всех если вы хотите действительно быть хорошим руководителем нужно знать процесс от скажем так 1 от 1 болтика до последнего винтика можно так сказать да и это очень здорово что сколько раз мы видели что он сам находится непосредственно сам контролирует все увидит и поэтому нет сомнения что эта технология будет вот такая вот красивая экологичная умная я бы так сказал и который действительно завоюет весь мир вот спасибо дмитрий тодоренко что за такой вот его интригу который я вам предоставил вот и переходим к такой большой довольники статье который меня лично впечатлило это такой портал есть мир 2051 и этот портал всегда рассказывает о новых технологиях о новых достижениях вообще о развитии человечества и его основная задача это спросить а что будет 2051 году вот так вот заглянуть да на почти 30 лет вперед на 28 сейчас уже осталось но в принципе вот такой вот скажем так такой создали вот портал по он очень интересно можете зайти почитать вот там было большое интервью о технологии usd и сам давал его сам инженер мира анатолий дарыч юницкий основная часть перевозок это такой ну скажем так скажем так статья такая да вот она называлась так на планете в 2051 году будет принесена на второй уровень да вот но там очень большая статья я вам не все но скажем так что у меня впечатлило я вам расскажу захотите зайдете почитаете посмотрите мне очень понравилось ну анатолий дарыч говорит что технология струнного транспорта говорит сама за себя то есть ключевым элементом и вступает струнный рельс да такой рельс это стальная либо композитная балка поддерживается предварительно напряженным элементами струнами вот оснащена головка рельса вот и по ним движутся вот эти замечательные электромобили которые у нас называются юни мобиль юмобили там юбас юкар и так далее вы знаете то есть создание значит анатолий дарыч юницкого что такое предварительно напряженные струны я вот тоже хочу обратить ваше внимание потому что когда-то было интервью уважаемого так полетела из головы человек да он тоже работал с анатолий дарыч юницким вот его пригласили на телевидении и вот ну скажем так он тоже спросил а что такого так что чего ну там это предварительно напряженные струны там или там и все и зависли все и скажем так корреспонденты вот и никто ничего не понял вот поэтому действительно людям надо объяснять что это такое на самом деле мы уже сказали что это это скажем так элементы вот эти до арматуры которые натянули до растянули определенным вели в напряженное состояние да наверное для людей техных технарей это понятно но опять таки я всегда вам приводил примеры показывал что возможно кто-то впервые слушает меня кто-то уже видел когда я брал салфетку как говорится вот эти вот есть дом файла до 10 уроков салфетки так я вот такой пример пример приводил помню у меня было пять женщин сделал на моей презентации мы просто сидели в кафе и вот все на меня смотрели конечно же если бы я вот так вот говорил что это предварительно напряженные струны и все вот я просто взял салфетку вот ну скажем так положил ее на два стаканчика а третий стакан поставил сверху естественно он провалился а когда-то вот эту салфеточку натягиваешь она выдерживает этот стакан даже он может быть наполнен да вы можете это тоже продемонстрировать сами себе взять салфетку там сложить ее там в четыре раза натянуть и тогда она выдержит уже определенный груз так вот благодаря вот этому натяжению и получается что выдерживаются очень тяжелые скажем так массы до масса большая там масса юниконта пассажирского транспорта их может быть не один их может быть несколько и они за счет того что идеально ровная струна потому что во первых натяжение да во вторых зато за счет того что это предварительно натянули и она в натянутом вот расстояние от 1 1 пор до другой еще поддерживаются промежуточные опоры вот за счет что вот эти арматурные каната вот видите тут написано диаметром 15 2 миллиметра и их не один а их там может быть пучок так то может быть 10 15 20 и так далее да вот и получается то что вот это вот ноу-хау то есть вот это ноу-хау который позволяет действительно создавать идеально ровный путь и который выдерживает гораздо большие массы при меньшем материала емкости вот ведь я даже не технарь уже такие вот вещи говорю вам довольники легко надо это просто осознать опять-таки за счет натяжения идет увеличение вот этой упругости и сопротивление вот большой массе дальше получается смотрите есть да анатолий дурач рассказал что что тут удивляться есть же вот допустим подвесные мосты да но подвесные мосты получается ведь они провисают даже вот это вот самый длинный допустим пешеходный мост он довольно сильно провисает и в общем то здесь нет ничего такого страшного потому что мост держит сам себя но при этом смотрите за счет того что это нет натяжение вот этого мало того что он провисает довольно-таки сильно туда получается что вот это меня тоже очень впечатлило что висячим мост узкие с рекордным пролетом 2 километра общее натяжение канатов составляет порядка 100 тысяч тонн а в струнные стакаде где-то предварительно напряженная да то есть натяжно над натяжные составляет вот две тысячи тонн пятьдесят тысяч тонн и две тысячи тонн в 50 раз эффективнее вот гений юницкого представляете вот поэтому пропорционально снижает в 50 раз но я там не знаю уже материала емкость и стоимость такого реального транспортовое сооружение соответственно и прочность и тому подобное так далее вот как это здорово представляете в 50 раз тут мост где просто идут люди и у нас 50 раз где будут мчаться юникон ты со скоростью пули да как выразился шейх шаржи далее в чем преимущество юни мобили перед традиционным транспортом мы с вами уже сказали о том что есть канатная дорога тут уже приводится пример да но все равно если сравнивать это допустим с метро и так далее вот у получается в два раза эффективнее потому что из использующие стальные колеса ну как допустим метро и так далее либо магнитная подушка в два раза эффективнее там и стоимость и так далее если сравнить показатель с автотранспортом то вообще получается ниже в 5-7 раз кроме того шины сказано при истирании с асфальтом выделяет воздух сажу бензопирен фенолы более 100 канцерогенных веществ вот о чем мы с вами говорим что это тоже вот вот она экологичность в чем проявляется проявляется вести на данная проблема решается благодаря применению стальных колес особой конструкции более эффективных например сравнение с железнодорожным колеса колесными парами и вот при я вам специально тоже на сайте юсти нашел где технологии вот написано видите колесо и вот смотрите вот тут где соприкосновения но получается сто процентов захвата поэтому за счет и заключается кпд если кто помнит коэффициент опана чего кого кпд в общем эффективность да получается что не теряется энергия до девяносто девять и восемь десятых процентов до отсутствие получается проскальзив в пятне контакта потому что полностью соприкасается отсутствие стыков температурных швов что не надо получается то есть один рельс в другой не переходит где вот нужно вот этот тук 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 да отсутствие дальше высокая ровность пути вы тоже с вами поговорили комфорт и сплавность хода высокая скорость движения за счет это получается и минимально материала емкость это с вами проговорили вот поэтому вот получается колесо и полностью повторяет практически вот это вот головка рельса то есть струнный пучок держит дальше наполнитель корпус рельса видите и сама вот эта головка рельса она тоже из стали и получается вот это вот кпд 99 80 кто-то помнишь как аббревиатура кпд расшифровывается тоже напишите а то что то я тут как говорится запамятовал коэффициенту не помню еще год называется да вот ну далее смотрим значит как задаются вопросы как инфраструктура струнного транспорта интегрируется вот данный коэффициент полезного действия спасибо спасибо да да вот девяносто девять и восемь представляете когда там что-то вообще невозможно там 40 это уже супер-пупер а вот анатолий дали сдают девяносто девять и восемь вот что такое гений анатолий дарыча как на структуру струнного транспорта интегрируется в существующие требует ли это дополнительный затрат мы тоже это с вами неоднократно говорили так вот рельса струнная эстакада проще интегрировать в уже сформированную городскую среду чем построить новое метро железную либо автомобильную дорогу такая транса впишется в архитектуру любого населенного пункта пересечет городские улицы дороги реки при необходимости пройдет над парками и малоэтажной застройкой не потребуется перепланировка городской структуры вот кроме того анталь дальше что если где-то и буду стоять анкерные опоры они опять таки также смогут использовать коммерческая недвижимость где можно разместить и кафе и развлекательные центры и отели аптеки и так далее и тому подобное поэтому в принципе видите тем более расстояние в примерно два с половиной километра как вот я говорю если брать анкерные опоры пожалуйста это довольно приличное расстояние и не будет перегрузки того или другого населенного пункта дальше до перспективы скорость транспорта достигли 500 километров в час какие усовершенствования тогда так далее задают вопросы да конечно это шикарная уникальная скорость вот и вы понимаете что у нас есть такая технология но анатолий дурачи говорит что уже создан давным-давно юни флэш до скорость движения 500 километров в час однако заявленные скорости не были лишь нами подтверждены из-за отсутствия территории на которой мы могли построить трассу не протяженность не менее 20 километров в час вот но не менее 20 километров потому что скорость разгоняется на середине должна быть зафиксирована скорость 500 километров в час и потом тормозной путь тоже должен быть не менее там 10 километров ну не сразу тормозной путь а мету снижение сплавное снижение вот безопасное движение торможение так далее вот поэтому я знаю сейчас несколько скажем так участков где планируется возможно да сейчас просчитывается потому что это тоже надо знать если в белоруссии конечно легче потому что здесь все кабы сидит здесь здесь мы легко приехать проверить так далее но вы знаете были трудности они тоже прорабатываются решаются в эмиратах там дорого попробуй всех туда инженеров базе завозе привозе то одного на то другого вот и есть еще другие страны вот поэтому но я думаю что все равно это будет решение найдено и мы тоже скажем так будем уже наслаждаться вот этой вот испытанием данные трасс сейчас как вы знаете идет 15 этап это как раз и есть финансирование вот это данные трассы поэтому я думаю что мы с вами увидим это уже в действии дальше задается вопрос как удалось договориться с арабскими эмиратами о постройке там второго испытательного полигона почему выбрали именно эту страну только отвечает первый проект который должен был первый проект должен быть показателен поэтому одним из лучших мест для планеты для его организации является арабские эмираты за короткий срок сумевший войти в число самых продвинутых технологическом отношении стран после успешной реализации проекта в арабских эмиратах трудный транспорт будет внедрен повсеместно я осознал это давно и предпринимал попытки наладить контакты с властями ближневосточной страны уже в начале 2000-х годов однако только через двадцать лет не удалось приблизиться к своей цели вот чем мне вот это вот статья нравится да действительно тут нету заготовленных фраз каких-то вот какого-то пафоса что ой да я хотел да то есть то есть меня хотели пригласить я сам анатолий дурач рассказывать скажем так очередной вот такой кусочек своей жизни свои чувства переживания представляете каждую ночь человек вот может думать как что чего он придумал он придумал линейные города он придумал эти дороги он придумал колесо транспортное колесо вокруг земли он придумал гумус и так далее а люди да те которые могут могли бы это все уже воплотить своих странах и так далее они вот понимаете очень не недоступность может так сказать понимаете вот поэтому 20 лет и я очень рад что все равно скажем так развивается данный транспорт в арабских эмиратов потому что действительно это довольно то есть недовольники одна из самых богатейших стран и где если там будет это развитие так далее поэтому я думаю что это действительно все там произойдет дальше я имел честь общаться с правителями практически всех эмиратов вы знаете там сейчас 7 эмиратов до в арабских эмиратах вот и на одной из таких встреч вот шейх-шаджу кстати вот это он да на фотографии до сказал что он видел сон я кстати это тоже не знал да и где в котором струны транспорта шейх-шадж рассказывает подобно пули проходит через горные хребты связывая территории находящиеся в разных частях страны реализация именно такого проекта проявитель шаржа хочет остаться в памяти потомков вы представляете как вот это вот это уже 10 как как художественный роман такой звучит мне было очень интересно нам было выделено 28 до земли в инновационном парке шаржи да сегодня здесь создается не просто испытательный полигон эмоционный транспортный инфраструктурный кластер юска и правительство шаржи и руководство парка постоянно содействует нам в решении тех или иных вопросов помогает вести переговоры по адресным проектам в шарже и других эмиратах арабских эмиратов вот дальше традиционный вопрос для всех спикеров нашего портала каким будет мир 2051 году до 2 2 4 отвечает большинство населения мира который приблизится к 51 году к отметке в 10 миллиардов будет жить пешеходных линейных городах ластерного типа обеспеченных всем необходимым для достойного для достойной жизни собственным комфортным домом органической пищи безопасным транспортом второго уровня зеленые реликтовой энергии достойной работы и пешеходной доступностью к оздоровительным отдыхом в своем кластере основная часть перевозок 51 году будет перенесена на второй уровень что ежегодно спасет на планете от гибели около 1 миллиона человек от инвалидности более 10 миллионов и он кстати говорит что это больше чем вся все жители беларуси юнимобили будут ежегодно экономить не менее 55 миллиардов условного топлива из атмосферы не будут ежеводно изыматься на горение топлива более 15 миллиардов тонн кислорода поэтому не будет выбрасываться в атмосферу примерно столько же углекислого газа что в 10 раз больше чем его выделят за год 10 миллиардов человек все будущее население планеты вы представляете какие масштабы вообще анатолий дурович вообще вот просчитывает знает действительно инженер мира я убежден что именно такое цивилизационное развитие является единственно разумным для человечества если мы стремимся к устойчивому будущему нашей планеты для процветания жизни во всем ее биоразнообразие где главный вид все-таки человек чтобы достичь такого идеала необходимо многократно участие всех нас в этом процессе мы должны стремиться цивилизованным изменениям которые помогут создать лучший и более устойчивый мир где экология технологические связанные с ним социальные потребности человека находится в центре внимания поэтому дорогие друзья я вам хочу сказать что я очень счастлив что мы с вами помогаем анатолий эдуардович создать эту технологию я очень счастлив что я лично знаю анатолий эдуардович юницкого и вот эти эта фраза которую я нашел сегодня что самый лучший подарок который дарит нам судьба это люди которым мы говорим спасибо что ты есть анатолий дурович спасибо что ты есть и мы поддержим полностью все что вы нам сейчас даете и конечно же мы с вами навсегда к нашему лучшему будущему и узкой запускай спасибо цей да прекрасный тост окончание вебинара и выгинах верите сына краса не дозы быть туда водички да выпьем водички интерес спасибо за интересные истории за примеры вот тех же канатных дорог тоже было интересно послушать что оказывается сама длинная венесуэле вот посмотреть что там кнр картиночки оказывается и в армении тоже там в тройку входит да все это конечно ну люблю любопытно вот такие под познавательные факты вот ну и конечно да вот эти вот тоже взгляд 50-й год как будут жить люди кажется вроде бы и далеко да на самом деле уже очень близко вот так что пешеходный город ну да и масштабы опять опять же так масштаб вот эти все тонны килотонны которые сюда на то ли даже щебет приводить пример вот там миллионы жизни спасенные там столько-то там тонн или миллионов тонн сэкономленного нефти там да 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 все это впечатляет да спасибо дорогие друзья я кстати хочу сказать о том что когда уже была загружена презентация я прочитал что вышло у нас еще приложение да вот поэтому у нас теперь есть приложение вы можете скачать его свой мобильный телефон вот и действительно непосредственно будет с вами всегда вы сможете показать это своим знакомым своим родным и действительно вот приглашайте на презентации наш потому что действительно я вот говорю я уже давно не читал презентацию вот и в этот раз зашел действительно очень много информации я как видите уже час скоро заканчивается да как нам всегда с алексей чуть-чуть не хватает времени вот поэтому мы уже заранее с вами говорим вам до свидания вот а вообще вам тоже благодарен за то что вы приходите да за то что вы остаетесь верными скажем так последователями данной технологии и я говорю что конечно же мы обязательно с вами будем счастливчиками потому что мы с вами будем радоваться от всей души когда наша технология будет шагать папа все по нашему миру по всему нашему земному шару ну что алексей скажи вы что юска и запускай отлично да спасибо вам какие там есть что писали да вы едете на кофе с дамы с алексеем планируем там как бы появиться но мы пришли к такому выводу что мы там были много раз и так как было ограничено количество людей все таки дать возможность приехать людям те которые даже ни разу не были потому что мы в общем то можем в беларуси здесь всегда сесть поехать и не занимать это место поэтому вот так многое нас все равно приглашали мы туда подъедем увидимся у нас есть спасибо